Всем привет, друзья МММщики! Решил записать видео. Сейчас у нас почти 12 часов ночи в Воронеже. Заехали с Дмитрием специально в офис. Просто назрело. Чувствуется, что назрело много вопросов у всех. И это в принципе нормально, потому что мы люди. У каждого есть голова, так сказать, которая думалка. То есть, которая думает, соображает. Когда есть вопросы, и возможность получить ответы, она бывает быстрой и созревшей. Быстрая возможность получить ответ. Это получить ответ вот отсюда. То есть, подумал, и то, как ты понимаешь, объяснил себе все, и вот он, твой ответ готов. Но более, наверное, мудрый, что ли, подход такой, грамотный, это дать выдержку. Взять такой тайм-аут, да, или, как говорят, переночевать с тем или иным вопросом. А больше еще и лучше, если послушать несколько умных голов, кто как на этот счет думает. Это в принципе и происходит, потому что многие по скайпу задают вопросы, пишут еще что-то. В чатах активность наблюдается во всех. Я не буду ничего конкретизировать сейчас. Все все понимают, все все знают. Ситуация на самом деле, как сказать, ну для того дела, которым мы занимаемся, да, то есть финансовый апокалипсис. Мировой, мировой финансовый апокалипсис. На самом деле ситуация, ну такая, можно сказать, какое слово такое правильное вставить. Ну как на войне, как на войне, да, то есть иногда стреляют, иногда бывают какие-то вещи, которые объяснить себе или тем более объяснить кому-то довольно сложно. Вот, но вот этот голод, когда возникают вопросы, да, он сравним с реальным желанием покушать, да, когда человек голоден, он готов есть все подряд, да. То есть так и мы получать ответы. Вот мне хочется сказать так, что мы должны, во-первых, понимать одну такую простую вещь. Каждый, кто пришел в МММ, он пришел в первую очередь, ну я так думаю, я так считаю, что пришел благодаря тому, что узнал Сергея Пантелеевича Молоди и его идеи. Соответственно, сама система МММ, то есть мы все с вами, да, это сообщество, которое построено на доверии. Если мы доверяем Сергею Пантелеевичу, а по-другому быть не должно и не может, то нам нужно сделать одну простую для себя вещь, да, то есть осознать, что если мы даже видим конечную цель, мы не видим все пути, как к этой цели прийти. Если мы даже вроде бы, кажется, знаем путь, потому что зрение обманчиво, есть зрение близкое, там какой-то средней дальности, да, и дальнозоркость, скажем так. Так вот мы обладаем даже самой большой дальнозоркостью, но эта дальнозоркость по сравнению с дальнозоркостью Сергея Пантелеевича – близорукость. То есть он видит то, что для нас, как бы мы далеко не смотрели, это очень близко. Я выражаю сейчас свое мнение, да, специально говорю такими, будем говорить, аллегориями, да, или как подобрать слово. Потому что, мне думается, это надо, ну вот абсолютно каждому понимать. Могу сказать так, что если вы знаете, куда идете, да, но вы доверяете тому человеку, который знает ту точку, куда вы идете непосредственно. У него дорога уже туда проложена, то есть, да, он ее прокладывает, и она проложена, он ее уже имеет вот здесь. Мы же, в свою очередь, видим только отрезок. И вдруг перед вами стоит такая стена, и вы не знаете, что делать. То ли карабкаться на эту стену, то ли лбом биться об эту стену, да, и разбить себе башку, так сказать. Вот. То мудрее сделать что? Обратиться с вопросом, а точнее. Вопрос и так понятен, вопрос задан. Дождаться ответа того, кто находится в данном случае на такой вершине, на такой высоте, откуда видно, что за этой стеной. Возможно, он скажет, надо идти немного назад, потом идти влево, потом еще куда-то назад, потом еще куда-то. И длинный путь вокруг этой стены. Но мы не понимаем того, что есть какое-то препятствие, почему он говорит, нужно сделать вот такой крючок. Все, что он говорит, он говорит нам на благо. Потому что он знает, куда он ведет. Он ответственный человек, он четко понимает, куда мы идем. Вот вся дорога, весь путь МММ, там с 94-го года и по сегодняшний день, для Сергея Мавроди ясен. Но нам кажется, что мы куда-то там, то тут нам рестарт не нравится, то там пауза не вовремя, то там еще что-то. Вот давайте подумаем. Если целью МММ сделать так, чтобы каждый МММщик чувствовал себя хорошо, то есть, ну, есть у нас все блага, которые, о которых как бы каждый человек, ну, там, мечтает или что, которые нам как бы нужны, потому что они нас окружают и нам кажется, они так необходимы. Да, там, хорошая машина, там, дом, там, я не знаю, там, одежда, деньги, там, для того, чтобы, там, отдыхать, ходить, кушать в хорошем ресторане. Вроде бы все не лишнее. Такой хороший механизм МММ. То есть, он может приносить деньги и, в принципе, да, можно с бонусов это все иметь. Но смотрите, что произойдет. Есть такое понятие комфортная зона. То есть, каждый человек обречен попасть в эту ловушку. Почему? Потому что, если ты сыт, то ты бегать не будешь. Если Сергей Пантелеевич создал бы для нас условия такие, чтобы мы все чувствовали себя комфортно, то мы бы все сидели бы такие, как жирные коты-банкиры, на самом деле. У нас были бы красивые офисы, красивые машины, да, хорошая визитная карточка МММщик. Но поменяли бы мы мир? Думаю, что нет. На самом деле, вспомните, я не читал Ленина, там, где-то с детства у меня есть в памяти, да, что, не знаю, это правда или нет, но думаю, что правда, да, потому что она дошла до нашего времени, что Ленин пил чай без сахара, да, когда к нему там приходили ходоки, там, может, с анекдотой я это помню. Но факт тот, что это нормально, то есть, когда человек находится на таком же положении, на таком же, в том же состоянии, в каком находятся все люди. Люди как сейчас себя чувствуют? Вот мы провели акцию сегодня, народу у нас было, но просто, мы не знаем, мы посчитать их не смогли. То есть, народ разворачивался, он стоял, в большой комнате места не было, рассесся, стоя стоял, во второй комнате, в дверной проем стояла куча народов, и еще развернулись и ушли, там, 10 или 15 человек ушли. То есть, мы видели, какая потребность у людей, сколько у людей есть вопросов, и мы имеем самое ценное. Ценное это не деньги, ценное это инструмент, который у нас есть, система, которая реально помогает людям сломать в голове чип, то есть, перестать быть зазомбированным человеком, то есть, я думаю, это все прекрасно понимают, да, и увидеть свет в конце туннеля, можно сказать так. Глядя людям в глаза сегодня, было понятно, что, и я слышал слова благодарности, когда вышел после встречи, да, мы все, тут просто нас было 5 или 6 человек, мы просто не успевали с людьми общаться. Кого здесь только не было, и люди из Украины, и, причем, интересный момент был такой, когда раздавали уже продукты, подарки, давали сегодня, дарили сегодня, так сказать, людям горох и макароны, да, там, на 30 с лишним рублей, копеечные дела, но люди были благодарны. Да, был один человек, который там плевался, чего это я сюда пришел, хотя все до одного, были до конца встречи, то есть, 40 минут встреча шла, 40 минут они прослушали всю информацию. Вот, и один человек возмутился и ушел, что он рассчитывал, что там будет пакет такой большой, как же, от Сергея Мавроди, что ж там, скромно так. Мы сразу сказали, что, ребята, это чисто от нас, потому что, на самом деле, у нас самих с финансами напряг, да, и мы просто, вот, что смогли, мы то и организовали. Вот, все остальные люди были благодарны. Выстроилась очередь получать продукты, стоял человек, который уже готов был сделать вклад. Он был похож на бомжа. Один человек мне даже сказал, говорит, что, а зачем бомжей сюда пускаете? Я говорю, ну, просто потому, что он тоже человек. Оказался, этот человек с Львова, с Украины, беженец, уехал сюда по каким-то причинам, он до конца не рассказал. То есть, я попросил очередь, а столпотворение было, у нас было где-то, мы насчитали, порядка 51 человека, то есть, кто был, кто остался, да, тех, кого мы развернули, потому что бессмысленно было в коридоре слушать все это, невозможно было слушать. Вот, поэтому мы сказали, приходите в четверг, то есть, послезавтра будет еще одна встреча такая, следующая. Вот. Я поспросил очередь, если вы будете не против, можем отдать без очереди человеку с Украины, со Львова, не с Луганской, я сначала перепутал с Луганской, со Львова, сказал пакет. И вся очередь, конечно, разговора нет. То есть, люди с пониманием относятся, люди действительно готовы помогать людям. И МММ построено на этом. То есть, МММ это единая команда единомышленников, людей, которые уже изменили свое сознание, по-другому быть не может и не должно. Но, понятно, что у каждого оно изменилось на своем уровне. Это разговора нет. И оно продолжает меняться. То есть, мы постоянно растем, да, в этом смысле. Если наш физический рост ограничен, то рост духовный, рост ментальный, он ограничений не имеет. Все зависит от того, растешь ли ты, хочешь ли ты понимать больше, действительно ли ты имеешь выдержку для того, чтобы дождаться зрелых ответов с того источника, который действительно компетентен дать этот ответ. И принимаешь ли ты эти ответы? Если нет, тебе надо подрасти. Более того, все решения, которые принимает Сергей Мавроди, это не новые слова, он принимает на благо всем нам. На благо всем нам, потому что мы и есть система МММ. Не МММ отдельно, а мы вместе, МММ. По-другому быть не может. Кто-то выложил, Андрей, по-моему, выложил, да, с Барнаула, майку, наверное, свою, я так понял, где в 1994 году его презентовал Сергей Мавроди, у него было написано «Почтенный участник ММММ». Так вот, давайте будем стараться быть почтенными друг с другом. Почтенными по отношению к тем людям, которые делают для МММ много. И независимо от того, кому какое отношение сейчас, наше отношение, если оно сложилось, оно не меняется. То есть, исключить из сердца того человека, который в твоем, в твоих отношениях достойный человек, невозможно. Но даже папа, а у меня четверо детей, иногда наказывает своих детей. И есть такая поговорка. Кто любит сына, тот с детства наказывает его. И я очень много получал от своего отца, которого сегодня со мной уже нет. И сегодня я ему очень благодарен. Тогда мне было, конечно, несколько тяжко. Но если бы этого наказания не было, я не знаю, где бы был я сейчас. И скажу так, что неважно, там, ремнем наказали, там, в угол поставили, да, то есть, или еще каким-то образом, наказание нужно уметь принимать. Это своего рода совет, практический совет. Если наказание не принимается, это уже бунтарство. Поэтому хочу сказать, что любое наказание, если оно сделано с любовью, оно подразумевает милосердие. То есть, понимание, почему человек поступил так или иначе, по-другому не бывает. Знаю много случаев, когда это милосердие проявлялось в нашей системе. Поэтому об этом забывать не надо. То есть, любое наказание, оно не вечно, оно временно. Лишь нужно понять, почему я был наказан, за что. И важно уметь признать это, если надо открыто это даже признать, да, все зависит от уровня, так скажем. Потому что понятие вот раскаяния, осознания, да, как бы содеянного, это только сближает. Может быть, слышали, есть такая притча о блудном сыне, когда сын, получив свое наследство, все прокутил, устроил там гульбище, там, женщин, блудниц пригласил, все прогулял и даже с отцом поссорился. И ушел. А остальные сыновья остались дома, остались и слушались отца, и были послушны. И вот прошло много времени, много лет, и этот сын вернулся. И когда этот сын подходил к дому, отец выскочил ему навстречу. Он снял с руки самый свой любимый дорогой перстень и одел сыну на руку. Он сказал закатить пир дома такой, какой никогда в этом доме не было. И он сказал мой сын вернулся.